Раз, два, три И у нас сегодня интересное видео о том, как подготовить стены, заштукатуренные машинной штукатуркой под покраску Главная цель заключается в чем? В первую очередь, это экономия на шпаклевочной массе, это экономия на материале, экономия на работах Потому что шпаклевка стоит примерно 50 долларов квадратный метр, то есть вы экономите как на материале, так на шпаклевке, так и на грунтовке И при этом вы можете высококачественно подготовить поверхность стены под покраску Бывают также случаи, когда в процессе ремонта изначально стена планировалась под обои, но в процессе ремонта что-то меняется, а уже нельзя не пылить Уже чистовые работы и нужно красить стену В этом случае подойдет наш метр Самое главное условие, что машинная штукатурка должна выполнена быть качественной То есть если мы берем просветитель фонариков вдоль стены, пускаем скользящий свет, затемняем окно Пускаем скользящий свет и в этом случае стена не должна плавать, если стена плавает, то этот способ не подходит В нашем случае стена максимально ровная, видно уже у нас много стоков от шпаклевочек Это мы убираем всякие царапинки Для убирания царапинок понадобится акриновая шпаклевка финишная С помощью которой мы забиваем любую царапинку, любую скользь дырочку Все, что будет видно После подсыхания стены 150 терочкой мы подтираем И все Также немаловажный момент это высококачественный фонарик Мы с помощью фонарика не заполняющие лампы, которые надо носить за собой С помощью фонарика С помощью фонарика мы развернули свет как нам нужно Никаких проблем нет, он нам сразу дает скользящий заполняющий свет Чтобы мы могли выровнять нашу плоскость Какие-либо неровности Фонарик у нас уже в разберегающем режиме Так как мы уже сделали за сегодня 100 квадратных метров на одном заряде фонарика производителя Феникс Для этих целей был выбран фонарик с мощностью светового потока 600 люмен И этого вполне достаточно, чтобы в дневное время суток можно было пододавливать поверхность Обязательно делаем шпателеком на дирк Шпателек должен быть новый, затертый терочкой Чтобы не было никаких царапинок Чтобы он дополнительно не вносил никакие неровности И фонарик светит, фонарик нам все подсвечивает В нашем случае осложнение в том, что здесь еще идет с этой и с этой стороны идет заполняющий свет Который будет давать скользящий свет вдоль стены Это самая сложная поверхность стены Но тем не менее мы пододавливаем машинную штукатурку Штукатурку машинного нанесения под покраску Минимальными усилиями Следующий момент Свет у нас должен идти не под прямым углом, а скользящим Для этих целей мы разорачиваем фонарик, чтобы он светил до стены И короткими движениями на дирк Окривая шпателкой Мы заливаем полностью все Все Все, что нам не нравится Есть неровность, есть царапинка микро Есть краток Явно мыть это все по шпателку И далее После подсыхания Клеевой шпателки, это примерно полтора-два часа Терочкой Аккуратно протираем для того, чтобы Не остался пучок шпателки Чтобы он нам не дал перепад по краске Можно пройтись Леденько разбавленной грунтовкой Чтобы грунтовка не оставила Пленку Чтобы с этой пленкой потом не отклонилась краска То есть грунтовка должна быть разбавлена примерно на 1 к 1 Чтобы чуть-чуть Сделать одинаковую впитываемость стены Чтобы хорошо ложилась краска И в принципе Нехитрыми такими манипуляциями Примерно за 1 час времени Мы можем подготовить Ну вот такой вот объем стены Под покраску Можно даже, если есть В этом необходимость Под вечер уже выполнять покрасочные работы Надо закрывать, чтобы легкая наконосится Слоем Ну до полумиллиметра Так как царапинки маленькие В нашем случае стена у нас практически ровная Но, тем не менее, видно Какое количество подшмотнёвочек есть То есть мы все, что нам не нравится Все проходим, проходим, проходим До мельчайших царапинок У нас стена получается полностью готовая Под покраску Под яичко То есть, если мы заполняющим светом Смотрим вдоль стены У нас ни единое место, ни где по стене пойдем Ни единой царапинки Ни краски Никакого артефакта Но, опять же таки, важный момент Это отсутствие волны Волны акриловой поклёвкой И уже, если убирать волны Неровной штукатурки Нужно уже шпаклевать полностью весь слой То есть, машинная штукатурка Должна быть высококачественной Это главное условие И цвет В принципе, на этом всё Вот у нас стена уже готова Мы ждём примерно полтора-два часа Затираем, грунтуем И наша стена готова под покраску Всем спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!